МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Более 4 тысяч человек, представители Общероссийского народного фронта, федеральные и региональные эксперты, в том числе из Алтайского края, в эти минуты принимают участие в масштабном съезде ОНФ. Он проходит в Москве. Участвует в нем глава государства, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин. Формат встречи в этом году изменен, нет официальных докладов. Организаторы назвали это мероприятие антиконференцией. По итогам такого свободного общения с модераторами на 12 тематических площадках, которые соответствуют 12 национальным проектам, будет сформирована дорожная карта народного контроля по каждому из направлений. Одна из основных задач встречи – определить, насколько продуктивно выполняются майские указы президента. Нам удалось связаться с Мариной Ермоленко, сопредседателем регионального штаба ОНФ в Алтайском крае. Она сейчас тоже в Москве и поделилась своими ожиданиями от встречи. Для нас это вообще новый формат. И вот мы сейчас посмотрим, как это будет. И попробуем уже потом в регионе тоже по такому же формату работать. Главный у нас вопрос – это перевыборы центрального штаба и сопредседателя центрального штаба. Краевой бюджет утвержден. Сегодня депутаты законодательного собрания приняли главный финансовый документ региона. На ноябрьской сессии они считали деньги, а еще разбирались с ветками в лесу и дымом электронных сигарет. Рассказывает Анастасия Дороган. Деньгам счет с них и начали ноябрьскую сессию. Проект краевого бюджета пересмотрен многократно, внесено 50 листов поправок. Тем не менее, первый секретарь региональных коммунистов Мария Прусакова заявила, что поддерживать проект не будут. Но из восьми членов фракции несогласных оказалось всего трое. Документ принят. 118 миллиардов рублей – объем консолидированного бюджета. Значительная сумма уйдет в районы. Муниципалитетам в этом году будет оказана поддержка в общем объеме финансовом ресурсе более 28 миллиардов рублей. Это тоже впервые. Значительно преврастает средства на дотацию на выравнив бюджетной обеспеченности. Считали депутаты не только деньги, но и ветки и бревна в лесу. Законотворцы, наконец, прописали, на что годен валежник. Ответровало, бурелома, снеговало. Значит, то есть все, что лежит сегодня на земле, граждане имеют право полностью, так сказать, подобрать. Прав стало больше и в законе о тишине. Раньше шум измеряли, как ни странно, метрами, не мешая, если расположен ближе 50. Теперь громкие звуки запрещены во всех местах общего пользования. Это территории, которыми беспрепятственно пользуются неограниченные круг лиц. В том числе, это неисчерпывающий перечень площади, улицы, проезды, набережные, бульвары и так далее. Администрация общественных заведений коснулась другая поправка. Если после 10 вечера в кафе, ресторан или другое заведение пришли дети, известить обязаны или родители, или ОВД. Они всех вместе это приняли, чтобы облегчить работу компаний. Самым спорным сегодня стал закон о налоге физических лиц, исходя из кадастровой стоимости жилья. Сейчас его считают из инвентаризационной. На новые правила перейдут в январе 2020 года. Муниципалитетам предстоит большая работа. Не все сейчас имущества, особенно в городах, новые облагаются налогом, потому что раньше один был орган, который этим занимался, линтезационной стоимостью, сейчас другой орган занимается. И часть жилья вообще не подала под налоговую систему. Мне не приходят документы. Я иду в налоговую, задаю вопрос, почему нет документов, я готов заплатить налог. А мне говорят, а мы не можем вам дать, потому что кадастровая стоимость не определена. И я понятия не имею. Поэтому, естественно, вот сегодня возникает вопрос, объясните народу, что ждет нас в 2020 году. Закон принят сразу в двух чтениях. Сейчас депутаты займутся составлением норм для оценки стоимости жилья. А еще пропишут штрафы для тех, кто будет продавать несовершеннолетним куретинные смеси. Электронные сигареты в крае тоже вводят в рамки закона. Анастасия Дорога, Николай Щелко. Наши новости. Трактор разорвало на части в результате аварии на трассе в Аллейском районе, которая произошла сегодня утром. Участники сообщества «Барнаул-22», которые стали свидетелями ДТП, сообщили, что аварию спровоцировал водитель КамАЗа. На скользкой дороге он начал совершать обгон и задел трактор, который чистил трассу. КамАЗ оказался в кювете, а трактора прокинуло на бок и буквально разорвало на две части. По заверению очевидцев, среди людей пострадавших нет, но машины пришлось эвакуировать. Одиннадцать лет проведет в колонии строгого режима мужчина, устроивший стрельбу по своим квартирантам. Напомним, год назад 57-летний мужчина вооружился автоматом Калашникова, взял с собой 120 патронов, 5 гранат, тротиловую шашку, взрывные устройства, топор, нож и пошел в квартиру, которую сдавал молодой семье. Он открыл стрельбу из автомата по двум мужчинам и женщине, затем, наведя автомат еще на двух женщин, стал угрожать им убийством, требуя не позднее следующего дня оплатить арендную плату и съехать с квартиры, после чего скрылся. Двух мужчин в тяжелом состоянии тогда доставили в краевую больницу, они живы. Женщине был причинен легкий вред здоровью. Стрелка задержали в тот же вечер, изъяли у него весь боевой арсенал. И, как сообщает сайт краевой прокуратуры, сегодня суд назначил виновному наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима, но и также штраф в размере 30 тысяч рублей. Ходить по улицам опасно. Из-за обильных снегопадов, оттепелей и резких похолоданий на крышах барнаульских многоэтажек образовались огромные ледяные глыбы и снежные массы, которые, увы, никто не сбивает. По крайней мере, так утверждают горожане. Коммунальщики с этим не согласны, ну а сегодня съемочная группа отправилась выяснить, как работают коммунальные службы и какие места в городе лучше обходить стороной. Слово Валентини Аскервой. Опасно и страшно, как, конечно, и дети бегают, и взрослые могут упасть на голову. Сосульки высотой в метр на потоке – привычное дело. Нависшая угроза здесь подстерегает на каждом шагу. И так каждую зиму. Но этой снежных убийц особенно много, говорят люди. Погода в ноябре нестабильна. То потепление, то резкое похолодание. В результате наледь. Очищать крыши многоквартирных домов от наледи и сосулек должны специалисты управляющей компании. Два раза в день, утром и вечером, они должны осматривать дома и экстренно ликвидировать угрозу. Но зачастую этого не происходит. И проходя мимо своих домов, люди ежедневно рискуют стать жертвой ледяной глыбы. По правилам, если коммунальщики не успевают очистить крыши, опасное место должно быть как минимум огорожено красно-белой лентой. Но, как видим, нет даже этого. Управляющие организации, обслуживающие эти дома, нам пояснили, что сигнальные ленты они закрепляют, но их обрывают сами жители. А на вопрос, почему такой беспредел на крышах, ответили, что сосульки сбивают каждый день, но из-за погоды они сразу нарастают. Мы где-то около десятка в день сбиваем сосулек. Но жильцы обращаются к вам с заявками? Конечно. Они пишут нам. Диспетчер передает, мы выполняем. Но вы справляетесь с объемом? Да, в принципе, да. Но завтра, может, мороз будет, так меньше будет. С объемом они будут нарастать. Проехав по городу, подводим итог. Сосульки есть не только на окраине, но и в центре, но там хотя бы натянуты предупреждающие ленты. Отметим, что за несвоевременную очистку крыш от наледей и снега управляющей компанией грозит лишь штраф. Люди рискуют куда более серьезно, поэтому почаще поднимайте голову вверх. Водим, заглядываем, а как же? Боимся, конечно. Смотрим. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. Наши новости. Владелец скандальной автомойки на Демидовской площади в Барнауле просит отсрочить ее снос. По решению арбитражного суда, предприниматель должен был демонтировать сооружение еще до 20 ноября. Однако, по словам хозяина автомойки, для того, чтобы подготовить документы на снос, ему нужно 4 месяца. На очередном заседании суда 4 декабря станет известно, пойдет ли администрация навстречу бизнесмену. Напомним, автомойка «Формула-22» появилась на Демидовской площади этим летом. Тогда же и вызвала волну негодования у общественников, которые посчитали, что объект не вписывается в архитектурный ансамбль города. С 1 января следующего года в Барнауле появятся единые проездные билеты. Новый тарифный план называется «Единый на 60 дней». Каждая можно будет рассчитаться в трамваях, троллейбусах и автобусах. Новые проездные будут двух типов на 20 и 42 поездки. Тариф на 20 поездок будет стоить 400 рублей, на 42 – 840. По истечении 60 дней остаток на карте сгорает. Зато если карту пополнить, например, через 55 дней, то сумма неизрасходованных поездок суммируется с количеством новых. Проездные действуют только в черте города. Комфортные и безопасные белорусские. До конца года парк лифтов в крае должен обновиться на 75 машин, 13 из которых в Барнауле. Не так давно сразу 7 из них появились в одном из домов спального района нашего города. Кирилл Политов с помощью секундомера решил выяснить, так ли эти машины быстры, как говорят специалисты, и хотя бы на лифте попытался обогнать известного спортсмена Сергея Шубенкова. На арене Сергей Шубенков во французском Монтрее вновь готов доказать, что быстрее всех на планете. И Зинаида Карловна в барнаульской многоэтажке с новеньким лифтом. Безопасным, бесшумным, а главное быстрым. Заходите, будьте гостями у нас. В лифте. Работает и правда, едва слышно не то, что прежняя техника радуется пенсионерка. Тогда грохот был на весь подъезд. Все же основное преимущество белоруса – скорость. Медленно набирает, но быстрее потом скорость идет у него по ходу и энергосберегающий. Слева Мартин Лагард, справа тоже француз Аурель Манга, Зинаида Карловна – оператор, оборудование для камеры и сама видеокамера. Немного тесновато. Кабина рассчитана на пятерых. Шубенков по итогу забега номер один. Эти 110 метров с барьерами он пробежит за 12,99. Сможет ли лифт так же? Эта машина, как уверяют эксперты, в два раза быстрее, чем предыдущая. Сейчас мы это проверим с помощью обычного секундомера. Итак, восьмой этаж. Заходим в лифт. На старт. Внимание. Поехали. Итак, первый этаж. 33 секунды. Это в два раза медленнее, чем бегает Сергей Шубенков, но в два раза быстрее, как говорили эксперты, чем предыдущая машина. 33. Пока чемпион лидировал, специалисты еще раз проверили надежность лифтового оборудования. В шахте все подчинено компьютеру. Аварии, например, падения, в отличие от спорта, исключены. Была полностью замена лифтов, это вот замена редуктора, лебедки, ограничителя скоростью полностью, ремонтные работы по машинному помещению, это станция, это вводные все устройства, это освещение. А еще в кнопки вшит даже шрифт Брайля. Жильцы очень довольны, благодарны. До конца года в крае планируют запустить еще 29 точно таких же кабин. Зинаида Карловна, самый быстрый лифт, определенно рекомендует даже самому быстрому человеку на этой планете. Кирилл Политов, Алексей Фризин. Наши новости. Теперь конкуренцию опытным профессионалам могут составить школьники. В крае продолжается региональный чемпионат молодых профессионалов. Сегодня в номинациях «Флористика» и «Туризм» соревновались участники от 14 до 16 лет. Школьники Краевой столицы Бийска и Павловского района демонстрировали, как с помощью цветочной композиции изобразить воздух и какие необычные экскурсионные маршруты можно предложить гостям города и края. До конца недели в разных точках нашего региона пройдут соревнования по эксплуатации беспилотников, технологии, моды и разработке виртуальной реальности. Оценивать конкурсантов будут специалисты во всех регионах страны. Победители объявят 1 декабря. Они смогут выступить уже на общероссийском этапе и даже войти на мировой уровень. В этом году участвуют представители 79 стран. Кстати, финальные соревнования в этом году будут проходить именно в России. Для конкурсанта, который проходит уже на мировой чемпионат и занимает лидирующие позиции, ему выдается такой паспорт, скиллс-паспорт, где прописываются определенные условия, которые он прошел. И с этим скиллс-паспортом может уже устроиться в довольно серьезной компании, может быть, даже за границей. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Когда беспокоит сердце, повышены давление, холестерин и сахар в крови, принимайте лекарства «Кардиоактив Таурин». «Кардиоактив Таурин» от компании «Эвалар». Почувствуйте разницу. «Эвалар». Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В пятницу в крае переменная облачность, снег, ветер юго-западный умеренный с усилением в течение дня. Температура в среднем от 1 до 4 градусов мороза. Минус 2 ожидается в Алейске, Змеиногорске и Тальменке, 4 в Кулунде, Славгороде и Заринске. В Барнауле ночью минус 6 градусов, днем около 3, мороза и снег. Все новости к этому часу 722-440. Хорошего настроения вам и до встречи в эфире.